Следующий бой Аллан Патрик против Дамира Ханзовича Ну, что сказать Дамир Ханзович в прошлом бою встречался с другим Также ярко выраженным греплером Марчином Хелдом Собственно, я думаю, большинство людей, которые за UFC следят этот бой, помнят Потому что Хелд тогда однозначно выигрывал бой, забирал два раунда И в третьем раунде в очередной раз просто на сам начальность в мой секунде пошел в ноги Ну и, собственно, наткнулся на одну из ног Ханзовича Ну и был, в общем, отправлен в царство сна И это было достаточно неожиданно, потому что Хелд был весьма большим фаворитом в этом бою Вот, что касается, ну, вообще Ханзовича То есть он дебютировал в UFC против Майербека Тайсумова Отлетел от него нокаутом Вот, но, ну, как оказалось, это все-таки не показатель Ханзович в основном предпочитает в стойке вести бой Они, кстати, оба от Тайсумова в нокаут отлетели, если что Ну, да, в общем, что касается Ханзовича Он предпочитает в стойке вести бой Имеет, в принципе, достаточно неплохую стойку Бокс имеет неплохой Неплохую защиту от тейкдаунов Я у него рассмотрел еще до UFC Ну вот с Марчином Хелдом, конечно, это сдавало Но Хелд все-таки достаточно серьезного уровня, прямо скажем Вот, ну и противостоять ему будет Бразилия Сауан Патрик Который также очень и очень хорошо борется Вот, Патрик имеет на данный момент Уже упомянуто это бой Андрюх поражение Тайсумову нокаутом Но помимо этого в UFC он уже достаточное количество боев провел А именно 5 боев и 4 из них выиграл И выиграл, ну, достаточно уверенно Правда, только один, да, срочно А Джона Макдесси, это именно Брауна и Стиви Рея Он выиграл решение Вот, ну, как бы, понятное дело, да, что здесь Стратегия бойцов, ну, вполне очевидно выглядит Естественно, Ханзович будет стараться оставить бой в стойке Патрик, ну, я полагаю, будет переводить И Патрика здесь выставляют фаворитом за 1,43 Вот Ну, как-то так Чего, Андрюх, думаешь? Да, думаю, по делу все, по большому счету Здесь добавить нечего Вот я каждый раз, когда вижу Патрика Вспоминаю тех людей, которые говорят, что Хабиб Читер, он слишком большой для этой весовой И, блядь, он же просто огромный нахуй И реально он огромный и при этом атлетичный У него очень малый процент жира Просто посмотрите на него Вот в этот раз увидите его на вешалке Я не знаю, как этот парень проходит допинг-тесты Ну, в общем, это, скажем, самый главный его козырь По большому счету Он не обладает какой-то филигранной техникой Но физическая сила у него просто невероятна Он разбегается через всю клетку Сносит своих оппонентов И тупо не дает встать Единственный, пожалуй, минус, который можно у него отметить В связи с мышечной массой Это, наверное, неважное кардио, которое у него проседает к третьему раунду Но в целом, конечно, Хаджович со своим тейкдаун-дефенсом нулевым На данный момент Хэлт ему провел все тейкдауны, которые хотел И был пойман, конечно, в конце в итоге Когда пытался провести еще один Но, тем не менее Я думаю, Патрик это учтет И, в принципе, достаточно легко пройдет этот бой Соответственно, по вышеупомянутой тобой стратегии Будет унылое залеживание Вы все сможете пойти поставить чайник Приготовить печеньки к следующему бою Ну, в общем, все как-то так Ну да Собственно, что касается этого боя Не могу здесь даже ни с тобой не поспорить Или что-то добавить Я полагаю, что все именно так и будет Ну что, давай следующий бой Да, давай Здесь бой Ну, достаточно интересный, по моему мнению Серхио Марайс будет встречаться с Тимом Минцем Ну, я сразу замечу, что Тим Минц здесь Ну, по сути, на замену вышел Потому что Серхио Марайс должен был встречаться с Абубакаром Нурмагомедовым Ну, и как бы Серхио Марайс в крайнем бою показал выступление далеко не самое лучшее свое Отлетел от комару Усмана Собственно, Усман там смог около сетки Очень и очень жестко по нему попасть Марайс там что-то начал как-то перекувыркиваться, пытаться Ну, и Усман его все-таки сумел добить Вот, но Помимо этого Марайс в UFC-то выступал очень даже неплохо И в UFC, замечу, он выступал Ну, вообще, в принципе, выступает уже очень давно С 2012 года И провел там достаточно большое количество боев Причем проиграл он всего два боя То есть, вот, крайне упомянутый Усман И дебют в UFC против Цезаря Феррейра Ну, от Цезаря Феррейра, прямо скажем, весьма скилловый и хороший боец Ну, по сути Весьма большой, я бы сказал Большой, однозначно, да И, собственно, помимо этого У него, ну, немало победных боев, получается Он выиграл шесть боев Ну, как бы, мы знаем, да, о нем, что он джитсер В первую очередь Имеет в джиу-джитсу там много регалий Ну, в основном проводит свои бои в стойке Ну, по крайней мере, вот в последнее время Иногда, только изредка пытается там какие-то тейкдауны провести Но, справедливости ради, я замечу, что он себя в стойке Достаточно хорошо чувствует То есть, он, собственно, ну На этом компоненте выигрывал некоторые свои бои Вот Ну, и я это, как бы, к чему говорю К тому, что его соперник, Тим Минц Это боец, который предпочитает только в стойке проводить свои бои И в стойке он очень опасен Опасен там во всех компонентах То есть, у него и удары руками, ногами, локтями там Ну, то есть, очень, повторюсь, опасный боец Вот Ну, у Тима Минца в последнее время там Ну, как бы, не особо все прям вот хорошо складывается Хотя, по моему мнению, это никак не отнимает того Что все-таки боец-то неплохой В крайнем бою он проиграл с плитом Белалу Мухаммаду Но, опять же Опять же, как бы, многие считают, что это был щит Как факт, подведем, ну, такую черту Скажем, что бой был в любом случае Очень и очень близкий До этого Тим Минц выиграл увереннейшим образом Алекса Гарсию Тоже неплохого бойца Вот Ну, собственно Тим Минц здесь идет На данный момент за 1,53 Отмечу, что открывался он за 1,38 То есть, ну, не знаю Получается, Серхио Морайса прогружают, наверное, да, немножко Хотя, ну, мне не особо понятно, почему Как бы, мне, если честно, кажется, что здесь Минц достаточно уверенно должен побеждать Вот, Андрюх, как ты считаешь? Да, ты знаешь, мне казалось, что он и Мухаммана должен достаточно уверенно побеждать Но бой получился близким И Гарсию думал, он должен прям вот уверенно-уверенно победить У него раньше прям очень мощные удары были И с рук, и с ног, и локтями Но в последнее время как-то он своей ударной мощью не может нас особо порадовать Я не знаю, с чем это связано Ну, как-то так получилось, что сразу после возвращения от проваленного допинг-теста У него с ударной мощью не очень клеится Ну, при этом он тогда, кстати, доказал, что он ни в чем не виновен Допинг-тест ошибочный, и его оправдали Но, тем не менее, факт остается фактом Не знаю, как-то связано это или нет Но я думаю, нам здесь стоит ждать, скорее всего, решения Да, Минц мне видится здесь фаворитом Потому что свой тейкдаун-дефенс он очень неплохо прокачал И от борьбы того же Мухаммада и Алекса Гарсии Он защищался очень неплохо Единственный, кто смог его связать, это Алекса Ливера Который обладает феноменальной физической силой И, в принципе, и все Я не думаю, что Серхио Морайс сможет повторить его успех Ну, а в стойке Минц, скорее всего, перестреляет его Вот и все Ну, да Как бы, опять же Здесь, как мне кажется, достаточно Достаточно